Музыка Наконец-то открылся пляжный сезон. В этом году из-за коронавируса это произошло позже обычного. Можно теперь отдыхать на водоемах, забыв о проблемах и заботах. А вот у кого их с лихвой, так это у спасателей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Вовремя-24» и я, ее автор и ведущий Виктор Апальков. Поговорим, как вести себя на водоемах, а также посмотрим за работой тех, кто следит за нашей безопасностью. Герой нашей сегодняшней программы, между прочим, главный спасатель на воде региона, Игорь Алексеевич Чистяков. Игорь Алексеевич, здрасте. Здравствуйте. Работы прибавилось в условиях пандемии или все так же, как и было? Да, работы прибавилось значительно, потому что, как все отмечают, пляжный сезон у нас с большой задержкой произошел. Народ в условиях этой аномальной жары традиционно использует водные объекты для отдыха. Поэтому были сокращены сроки по освидетельствованию пляжей. Если мы планомерно в предыдущие годы, с апреля месяца, начинали техническое освидетельствование пляжей и допуск их к эксплуатации, то в этом году, к сожалению, в июне мы только начали их допускать к эксплуатации. Игорь Алексеевич, мы у вас в гостях. Можно так сказать, что это за база? Хочется сначала сказать, что 15 июня Государственная инспекция по манерным судам отметила свое 36-летие. Поздравляю! Да, спасибо большое. Сейчас мы находимся на берегу Белорусского водохранилища. Это база для судов ГИМС. Всего у нас для патрулирования и охраны водных объектов имеется на вооружении 7 единиц плавсрез, два катера, пять моторных лодок, гидроцикл. Кроме основной этой базы, у нас также есть еще инспекторское подразделение, группа патрульной службы на таком же большом объекте Староскольское водохранилище. Там также имеются две единицы плавсредств из общего числа и инспекторский состав, который перекрывает ту зону. А вы нас сегодня возьмете с собой патрулировать? Да, обязательно мы вам покажем свою работу. Сейчас мы спустим наш патрульный катер на воду и пойдем мы вам покажем наши водные просторы города Белгорода. Прямо в него можно будет сесть? Да, конечно. Мы с удовольствием прокатим. Отлично. Погнали. В целом хочется отметить, что у нас судоводители, народ в основной своей массе законопослушный. Законопослушный. Поэтому как бы вовремя приходят ставить на учет лодки свои и гидроциклы, вовремя проходят обучение и аттестацию у нас на право управления. Вот поэтому как бы в своей работе в основном сталкиваемся с законопослушными гражданами и как бы нас это радует, конечно. Народ сознательный. А нарушителям что грозит? Так же, как и любое административное правонарушение, предупреждение или штраф. Максимальная планка штрафа у нас составляет 15 тысяч рублей. А нарушения, основные виды нарушений, которые нам приходится выявлять, это незареистрированные суда, нарушения правил перевозки пассажиров, то есть или же без спасательных жилетов, или нарушена грузоподъемность пассажиров, вместимость суда. Что надо сказать, если вы приобрели плавательное средство, обязательно зарегистрировать его. Куда идти регистрировать? Обязательно. Нужно идти в государственную инспекцию по моему судам, нужно поставить на учет, пройти техническое освидетельствование. Если человек не имеет удостоверения на право управления, пройти обучение и у нас аттестоваться, и человек приходит в наши ряды белородских моряков. Ничего сложного нет в этом? Абсолютно ничего сложного нет. Люди проходят достойно эти все процедуры, обучаются, приходят, сдают. Также хочется отметить, что основная масса народа довольно-таки легко с первого раза сдают экзамены. Я работаю с 2005 года. 15 лет получается? Вот за 15 лет какие были такие случаи, которые можно даже треложно вспоминать? Два катера, вот такого же класса, класса река моря, довольно-таки крупные, даже крупнее. Один тащил за собой аттракцион, так называемый, ну, по-моему, один ватрушку тащил надувную, а второй купол называется, когда человек вовнутрь залазит надувную, и его произвольно катает. И тут, короче, тот катер, который тащил купол, он подставил свой бок, и девушка, находящаяся на ватрушке, ударилась, а в борт, ну, собственно, алистрадор погиб. Трагический случай. И буквально через какое-то время на Староскольском одохранилище, свадьба, родственники второй день свадьбы отдыхали, взяли на прокат водный велосипед и гидроцикл. Водитель гидроцикла не справился с управлением, переехал в водный велосипед, то есть тоже с гибелью людей связано. Игорь Алексеевич, куда мы сейчас едем? Мы сейчас идем. Идем? Куда едем? Идем на центральный пляж города Белграда. Собственно, в то место, где начинается водохранилище. Что мы должны там увидеть? Посмотрим на работу спасателей центрального нашего городского пляжа. Посмотрим, сколько там отдыхающих. Хотя еще только сегодняшний день начинается. И как бы я предвижу, что там не так много сейчас будет. Центральный пляж. Хотелось бы, конечно, тоже окунуться, отдохнуть. Но мы продолжаем нашу программу вовремя. А пляжи полностью оборудованы всеми спасательными средствами, кнопки работают. Пляж, он не может быть нами допущен к эксплуатации, если хоть одно из требований не будет выполнено. Они выполняют эти требования вовремя и в срок. То есть водолазное обследование в первую очередь. Второй момент – это набор аттестованных матросов-спасателей. Необходимое количество спасательных средств. Тем более у нас центральный пляж, он оборудован такими замечательными плавсредствами. И здесь вот одно из них пришло, и там у них стоит. То есть как бы молодцы. Они готовятся к пляжному сезону всегда и вовремя, и в полном объеме. Созанка, принял, выхожу. Сработала тревожная кнопка. Кто-то тонет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Часто приходится вот так вот спасать. Утопающих. В этом году не часто были случаи, когда требовалась медицинская помощь. Но два случая были на том берегу. Два случая были, когда приходилось выходить пострадавшему. Вы знаете, у меня мурашки по коже до сих пор. А то видно. Вот как вы привыкли к такому. Ой, ну так, приходится. В прошлой смене была там пострадавшая женщина гипертонического у нее заболевания. Это хроническая гипертония. Вот приходилось выходить, оказывать помощь. Скорую вызывали. Ну а так, незначительные обычно порезы. Ну, бывают солнечные удары. В основном это резаные ранки. С молодым человеком все в порядке? Да, с молодым человеком все в порядке. Достались воды. Пульс у него присутствовал. Поэтому реанимационный у меня при этом не нуждался. Он в реанимации. Но скорую все равно вызываем. На случай попадания воды в легкие. Такое возможно. Поэтому вызываем скорую. Чтобы доктор, чтобы специализированная помощь оказана была ему. Пьяный? Да, в алкогольном опьянении. В основном случаются такие беды на воде. Только в алкогольном опьянении. В основном. Молодой человек зато за буйки. В состоянии алкогольного опьянения. Сейчас, в настоящий момент, ему требуется медицинская помощь. Ну, как нам донести до наших телезрителей, быть аккуратными и не употреблять спиртные напитки на водных объектах? Ну, есть такая избитая фраза. Я не могу свою голову приставить. Пока человек сам не поймет, что это горячо. Этот утюг горячий. Не надо его трогать. Только когда обожжется, он поймет, что это действительно опасно. Но я обращаюсь в пользу случаям и лишний раз напомню. Дорогие товарищи, сограждане, белгородцы, вода и алкоголь – вещи несовместимы. Берегите свою жизнь. Купаться собрались? Да, нельзя. Можно, почему нет. Но будете соблюдать все правила безопасности? Да, конечно. Они трезвые. Так стекло. Видели, чуть несчастных случаев не произошло? Да. Мы видели, конечно. Хорошо ребята сработали. Молодцы просто. Отлично. Вы отдыхаете с детьми? Все-таки настраиваете детей на безопасность? Обязательно. Мы с ними рядом, во-первых, купаемся. А во-вторых, они сами знают, их в школе тоже учат. В детсадике тоже учат, что на воде играться нельзя. Особенно где-то на глубине. Так, возле берега еще можно побаловаться и все. В школе нам проводят инструктаж по поведению на водоемах. И рассказывают нам все, что мы должны знать об этом. А кто? Глазные руководители? Глазные руководители. А, сотрудники МЧС, спасатели? Приходят? Приходят. Так, все. Ну, они до вас доходят, как себя вести? Или вы думаете, так, все для галочки? Нет, конечно, мы слушаем внимательно. И стараемся убедать все эти рекомендации. Молодцы, отлично. Необорудованные пляжи – это проблема. Сейчас увидели образцовый пляж, где служба налажена, где, собственно говоря, вопросов никаких не возникает. Алгоритм очень хорошо. А необорудованных пляжей, ну, как я уже раньше говорил, у нас больше тысячи водных объектов на территории области. Пускай они не такие большие, как в других регионах, но везде народ купается. То есть, можете себе представить, когда, мало того, что не оборудован, оно массовое место отдыха, и там очень много народа сразу одновременно находится. И нет этого присмотра ни спасателей, ни полиции. Ну, таких мест мы в этом году насчитываем порядка 45, именно массовых. Хотя купаются, как я сказал, на всех водных объектах. Ну, планомерно проводим работу, чтобы из этих необорудованных со временем были такие же пляжи, аттестованные со спасателями. И нам это удается. Ежегодно мы открываем два новых пляжа. Это же все равно целая проблема – оборудовать пляж, спасателей поставить на места. Проблем много для того, чтобы узаконить это место. Во-первых, да, это должно быть решение органа местного самоправления. Это должна быть аренда воды и земли, земельного участка и водного объекта. Ну, и, собственно говоря, да, это связано с определенными денежными затратами. Это нужно и зарплату спасателям платить, это и расходы на водолазное обследование. А не пускай они не такие уж огромные эти затраты. Ну, а овчинка выделки стоит, да? Конечно, за всем за этим стоят жизненные судьбы, жизнь людей и, самое главное, детская гибель, которая нас больше всего тревожит. Предотвратить, спасти, помочь – эти слова всегда крутятся в головах спасателей. Но и нам необходимо помнить, что только от нас зависит наша жизнь. И нужно быть внимательными не только на водных объектах. Это была программа «Вовремя 24». До встречи в эфире. Мы живем на окраинах больших городов, где нет черного пиара, где все честно, все как надо. Дет место солнца, свет из окон, бетонных домов, где убивают на повал одним лишь только взглядом. Вечера, ТВ, утро, кофе, ФЛ. Как бы не утонуть, в океане проблем. Если есть друзья, есть спасательный круг. Если ты один, как бы не утонуть. Главное понять – это вовремя. Это вовремя.